МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Террина Пианова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О зарплатах образования и вводе жилья. Глава города выступил с докладом о работе администрации в 2020 году. 25 мая во всем мире отмечают день пропавших детей. Что делать, если ребенок не вернулся домой? За успехи и достижения в Департаменте образования чествовали победители и призеры Всероссийской Олимпиады школьников. Далее расскажем по всем подробно. Назначение нового председателя контрольно-счетной палаты, изменение в структуре аппарата Думы, положение о комитете по управлению муниципальным имуществом. Эти вопросы депутаты обсудили на очередном совместном заседании комитетов. Также на встрече отчет о работе администрации в 2020 году представил глава города Алексей Сафонов. Более чем в три раза зарплаты сотрудников ядерного центра превышают зарплату работников муниципальных предприятий. Алексей Сафонов, выступая с докладом о работе администрации в 2020 году, озвучил цифры. В среднем сотрудники города образующего предприятия получают 92 тысячи рублей в месяц. В муниципалитете и на малых предприятиях средняя зарплата около 27 тысяч. Те, кто работает у ИП, получают у того меньше 12 тысяч, а средний уровень по полному кругу предприятий – 62 тысячи. Средний уровень достигнут исключительно силами Федерального ядерного центра. Поэтому, если цифры очистить от доли структур Росатома, то мы получаем, что наш средний уровень весьма, скажем так, плачевен, да, наверное, это правильное слово, и очень много работы предстоит для того, чтобы он поднялся до хотя бы разумно приемлемого. Остановился глава города на финансовых показателях. Ключевой – профицит бюджета. Муниципальный долг был сведен к нулю. Львиная доля бюджета, как и всегда, была направлена на образование. В прошлом году в городе в 22 образовательных организациях сделали текущий ремонт. 30 школ и детских садов оснастили новым оборудованием и мебелью. Завершился затянувшийся ремонт школы номер 10 и 44 детского сада. Продолжается строительство школы на улице Зорге. Мы отмечаем некое снижение числа детей, задействованных в этом процессе. Но, тем не менее, у нас очень высокая достигнута обеспеченность местами в дошкольных учреждениях. Это вызывает у нас определенные споры с Нижегородской областью, потому что они настаивают на более низких нормативах. Мы готовы спорить, мы ругаемся, но, тем не менее, мы считаем, что наша обеспеченность должна быть выше. В 2019-м был введен крупный жилой комплекс «Саровская ривьера». В 2020-м введено 52 объекта. В основном это индивидуальное жилищное строительство. Прошлый год был посвящен вопросу территориального развития города. Это просоединение северных территорий и части Вознесенского района. И эта работа продолжается. Важный вопрос – это улучшение жилищных условий жителей города. Здесь неплохие результаты удалось в рамках программы «Молодая семья». Удалось выдать сертификаты девяти семьям для улучшения жилищных условий. Благодаря работе Комитета по управлению муниципальным имуществом очередь на улучшение жилищных условий сократилась до 1222 семей. Проект доклада Алексея Сафонова вынесли на заседание Городской думы. Полностью его выступление вы можете посмотреть на нашем канале в Ютубе. 25 мая во всем мире отмечают День пропавших детей. Около 40 тысяч несовершеннолетних пропадают в нашей стране ежегодно. Такие данные публикует Министерство внутренних дел. Что делать, если ребенок не вернулся домой? Кто и как занимается поисками? Что нужно знать родителям, чтобы избежать подобных ситуаций? Расскажем в следующем репортаже. По традиции в этот день во всем мире в сумерках зажигают свечи, вспоминая о тех детях, которые так и не вернулись домой. Но это не только день скорби, но и повод подумать о безопасности вашего ребенка. В школах уже прошли последние звонки, и ребята готовятся к самым долгим каникулам за весь учебный год. За стенами дома малышей может поджидать немало опасностей, а потому родителям лучше позаботиться об их безопасности заранее. Конечно, лучшее в данный момент, когда у нас есть технологии, это или купить ему смарт-часы, либо дать мобильный телефон с возможностью установить туда приложение, которое будет показывать местонахождение вашего ребенка. Есть две основные причины пропажи несовершеннолетних – детское любопытство и похищение. Для того, чтобы оградить ребенка от общения с незнакомыми людьми, придумали такой интересный способ, как кодовое слово. Его знают только члены семьи, и уходить с тем, кто это слово не сможет назвать, нельзя. Дяди, тети, соседи, они не входят в этот круг, и они должны в случае чего произнести это слово. То есть, если мама просит забрать, допустим, ребенка из школы, она скажет этому человеку слово. И это слово, если узнал кто-то посторонний, оно должно быть изменено. Если посторонний пытается увести ребенка, он не должен стесняться кричать и привлекать внимание, повторяя такие фразы. «Я его не знаю, это чужой человек, меня крадут». Эти темы участники поисково-спасательного отряда подробно разбирают в школе детской безопасности. Если к назначенному времени ребенок не вернулся, нужно позвонить родственникам или друзьям, с которыми он должен быть. Может быть, если рядом живут родственники, то спросить, позвонить им, спросить, не приходил ли. Если все говорят, что ничего не знаем, ничего не видели, ничего не слышали, тогда лучше сразу бить тревогу, лучше обратиться в полицию и потом уже подать заявку нам. Потому что каждая минута, когда дело касается детей, она на самом деле на счету. Связаться с волонтерами можно по телефону горячей линии 8 831 28 38 200 или по мобильному 8 930 283 82 00. Анна Пилипецкая, Инстантин Островский, Евгений Зыбин, Служба новостей, Саров, 24. Постановление правительства в сведении о Саровском филиале МГУ имени Ломоносова официально вынесли в устав Московского университета. На сайте филиала sarov.msu.ru можно ознакомиться с образовательными программами по математике и физике и узнать о вступительных испытаниях. Напомним, филиал был создан по инициативе госкорпорации «Росатом». По словам гендиректора компании Алексея Лихачева, новый физико-математический центр должен стать точкой притяжения ученых, молодых специалистов из вузов всей нашей страны, а также образовательных центров. Другая важная информация в подборке коротких новостей. До конца года продлится упрощенный дистанционный порядок получения услуг Пенсионного фонда, который ввели весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Практически все услуги можно получить без посещения его клиентских служб. Без визитов в ПФР можно оформить новые социальные услуги и продлить выплату ранее назначенных пенсий и пособий. Например, оформить пенсию можно с помощью электронного заявления через личный кабинет на портале ПФР или портале госуслуг. Согласие гражданина это может быть сделано полностью дистанционно. Все данные работодатели передают в информационную систему ПФР. На закупку лекарств для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями выделят более 10 миллиардов рублей. Средства поступят в распоряжение фонда «Круг добра», созданного по указу президента России в январе 2021 года. Это уже второй транш на такие цели в текущем году. Всего в бюджете этого года на помощь детям, которым требуется особое лечение дорогостоящими препаратами, предусмотрено 60 миллиардов рублей, сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Первый транш фонду 10 миллиардов рублей был направлен 12 февраля. Ранее правительство утвердило порядок помощи детям за счет фонда. Средства можно направить на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения, покупку лекарств, в том числе незарегистрированных в России. Также есть возможность оплаты лечения за рубежом, включая покрытие расходов на транспорт и проживание. Россия возобновила регулярное авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Решение об этом принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Пока из всех вновь открывшихся направлений для российских туристов доступна только Мексика. Для въезда в эту страну нет необходимости сдавать ПЦР-тест. Достаточно заполнить довольно-то электронную анкету онлайн и предъявить ее по прибытии. В других странах, на Мальте, в Исландии, Саудовской Аравии и Португалии продолжают действовать ограничения из-за пандемии коронавируса. В департаменте образования состоялся торжественный прием саровских школьников, победителей и призеров регионального и заключительного этапа Всероссийской Олимпиады. За высокие результаты ребята грозили дипломами и памятными подарками, а на мероприятие побывала наша съемочная группа. Владимир Старченко на Олимпиады ездил с 7 класса. В этом году он участвовал в отборе кандидатов в национальную сборную по физике в МФТИ. До почетного звания ему не хватило совсем немного. Из гонки он выбыл 19-м. А вот на Всероссийском этапе Олимпиады школьников он вошел в тройку лучших. В этом году уже удалось получить диплом призера на заключительном этапе. Это, собственно, когда обычно около 100 человек лучших по России приглашают туда, составляют специальные задания в виде двух туров. И, собственно, пишем, ну и распределяется по местам. В этом году, наконец-то, получилось получить призера. Естественные и лингвистические науки, технологии и ОБЖ. 52 воспитанника школы-лицея в Сарова стали призерами региональных и всероссийских этапов Олимпиады школьников. Для ребят и директоров общеобразовательных организаций в департаменте образования провели торжественный прием. Во время награждения ведущие кратко представляли призеров и победителей, рассказывая об их хобби, увлечениях и планах на будущее. До этого я призером или победителем не становился. Собственно, в этом году я прошел сразу на два заключительных тура по физике и математике. Вот к физике я готовился, к математике нет. Получилось почему-то ровно наоборот. Потому что именно по математике я стал призером, а по физике всего лишь участником. Ребятам на сцене вручили дипломы Министерства образования, науки и молодежной политики, благодарственные письма администрации города Сарова Ирфиадс ВНИЭК и ценные призы. С приветственным словом к воспитанникам обратились директор департамента образования Наталья Володько, заместитель председателя городской думы Евгений Михеев и заместитель главы администрации города Сарова Илья Волков. Вы в очередной раз доказали, что образование в нашем городе является одним из лучших не только в области, но и в Российской Федерации. Большое вам за это спасибо. Вы достойно защитили честь нашего города на Всероссийской Олимпиаде школьников. Благодарственные письма и памятные подарки также вручили директорам школ. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин. Служба новостей Саров, 24. С начала года в Сарове произошло 15 пожаров, погибли 3 человека. В преддверии летних каникул Саровская противопожарная служба напоминает принципы безопасного отдыха детей. Родителям важно объяснить детям правила поведения в быту, в лесу, на воде, на дороге, на улице, в общественных местах и в общественном транспорте. Необходимо подготовить ребенка к возможным трудностям, можно обыграть экстремальные ситуации, отработать звонки в экстренные службы. Каждый ребенок должен знать правила пожарной безопасности. При пожаре необходимо позвонить в пожарную службу по номеру 01 или 111 сотового телефона, знать свой адрес, филу и номер телефона. При возникновении пожара нельзя притрагиваться к огню, нужно звать на помощь взрослых. Если взрослых нет дома, то выйти из квартиры, обратиться за помощью к соседям. Нельзя искать укрытие в горящей квартире, нельзя пользоваться лифтом, нужно спуститься по лестнице. Едкий дым гораздо опаснее огня, поэтому если выход из квартиры перекрыт, нужно закрыть дыхательные пути влажной тряпкой, лечь лицом вниз, по возможности ползти к выходу. Если нет возможности выйти из квартиры, нужно выйти на балкон, плотно закрыв за собой дверь и ждать приезда пожарных. Саровская противопожарная служба также напоминает, нельзя оставлять спички, зажигалки, легково вспламеняющиеся жидкости в легкодоступных местах. Если пожар произойдет в результате того, что дети остались без надзора, ответственность по закону будут нести родители. При обнаружении пожара или признаков горения, дыма, запаха, гаря, нагрева, необходимо немедленно позвонить в пожарную охрану по телефону 101-01. Телефон Единой службы спасения 112. В Театре кукол Кузнечик состоялась сдача нового спектакля «Серая шейка» по рассказу Дмитрия Мамина-Сибиряка. Поставил сказку тульский режиссер Андрей Абрамов. Спектакли помимо кукол использовали современные технологии. Подробности в следующем репортаже. Настоящие чудеса происходили на сцене Театра Кузнечик во время спектакля «Серая шейка». История о маленькой уточке, которая из-за раненого крыла осталась зимовать одна на озере, знакома всем по сказке Мамина-Сибиряка. За интерпретацией режиссера-постановщика Андрея Абрамова с удовольствием наблюдали не только юные, но и совсем взрослые зрители. Спектакль камерный, маленький, трогательный. И вот с художником придумали валеных кукол, которых приятно трогать руками. И он трогательный получился и в прямом, и в переносном смысле. Когда дети трогают зайчиков и играют с ними, это всем приятно и всем радостно. Взяв за основу известную сказку, режиссер подал ее зрителю в неожиданной форме. Поистователями истории стали два веселых охотника, которые любят вспоминать на провале интересные случаи из охотничьей жизни. Мы придумали охотников, которые рассказывают эту историю. У Маминого-Сибиряка нет никаких охотников. Мы немножко усилили взаимодействие зайца и серой шейки. Там тоже зайца было мало-мало. А мы придумали, что вот они сильно подружились и друг друга спасают. Мультимедийное сопровождение и размещение зрителя рядом со сценой создают неповторимый эффект полной включенности в происходящее. Особый шарм спектаклю придает взаимодействие зрителей с актерами-куклами, которых свалял из шерсти художник Андрей Лукомский. По его признанию, зрители настолько сильно влюбляются в вальных героев, что после спектакля не хотят с ними расставаться. Тут есть возможность прикоснуться, поддержать, ну, помочь в беде, страждущим. И как раз эту роль выполняли зайцы. Вот как раз они валены, и дети могут, мало то что, присоединиться к переживаниям, как усиливается свое переживание героям. Фактически они помогают. И, разумеется, чтобы помимо эмоционального соприкосновения, было тактильное соприкосновение. В постановке сохранились все герои произведения. Уточка, серая шейка, мудрый селезень, храбрый зайчишка. После спектакля зрители сделали памятные фотографии с героями спектакля, сказочными животными из войлока. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин